Всем привет, с вами Информ ТВ, звезда советского телевидения, которую помнят и любят зрители как минимум трех поколений, роскошная теледива Светлана Моргунова. Находясь по ту сторону экрана, она дарила людям радость и позитив, много лет вела обожаемый народом голубой огонек, эстрадные концерты и развлекательные передачи. Светлана не только была одной из первых богинь прайм-тайма, она сумела стать поистине всенародной любимицей благодаря высокому профессионализму и безупречной репутации. О личной жизни телезвезды ходило немало слухов, что неудивительно, Моргунова была одной из первых красавиц на советском ТВ, фото которой украшали знаменитые журналы. Упорный слух связывал романтическими узами ее и знаменитого певца Муслима Магомаева, но спустя много лет Моргунова развеяла этот миф. Женщина была замужем дважды, первый муж, отец сына Максима умер, второй брак распался. В третий раз женщина не стала пытаться создавать семью, жила с сыном и мамой, которую за строгий нрав в шутку называла домашним генералом. Мамы Моргуновой не стало в 2007 году и для Светланы ее уход стал страшным ударом. Спасли забота сына и работа. День, когда родился Максим, телеведущая считает счастливейшим в жизни и гордится, что является для сына авторитетом. Максим Моргунов сейчас работает на телевидении, он окончил историко-филологический факультет университета. С 2003 на канале НТВ выходит его авторская передача «Военное дело». Максим женат, а есть ли у него дети, к сожалению, неизвестно. Многие СМИ сейчас пишут о том, что Моргунова переживает не лучший период в жизни, страдает от депрессии и одиночества, злоупотребляет алкоголем. Но недавно онлайн-издание Daily Storm опубликовало опровержение информации самой артисткой. Диктор пожаловалась на плохое самочувствие, не уточнив причину болезни. Цитата «У меня все нормально», убедила она журналистов. В прошлом году Светлана появилась на похоронах Иосифа Кобзона. С легендой советской эстрады ее связывали теплые отношения. Не раз артисты ездили на гастроли. К тому же она не могла не поддержать в горе близкую подругу Нелли Кобзон. Очевидцы, которые увидели 78-летнюю телеведущую на церемонии прощания, сообщили, что женщина очень сильно постарела и с трудом передвигается без посторонней помощи. Желаем Светлане Михайловне здоровья и долгих лет жизни. А как вам кажется, был ли все-таки у Светланы роман с Магомаевым? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Удачи!